Творцы в оплате приветствия, у меня у успеха на экране. Этот ролик об осознанности, как ее достичь и почему это явление без проявления на многих, на большинство творцов, пришедших сюда вплоть. А так хотелось бы, ведь наверняка души перед тем, как сюда прийти, заключая контракт, договаривались на то, что они будут здесь познавать более благие какие-то навыки, ощущения. То есть то, что происходит сейчас, это такой печальный опыт, и многие души набираются минусов, а хотелось бы плюсов. В общем, суть в чем? В том, что чакры наши закрыты, то есть наш чакральный стол, который сейчас сказал и сам сделал спину прямо, потому что это очень важно. Но первостепенно это, что она закрывает? Это каждый центр отвечает за свое проявление. Вот если пройти по ним, то можно понять, но это понять тоже, это важно на чувственном уровне. То есть я всего лишь навсего вам дам напуция, такой, ну-ка, посмотрите туда, ну, указатель. Но сами действия четкие, отлаженные, вам придется делать так, как это будет лично у вас. Потому что мы все индивидуальны, как отпечатки пальцев, как сетчатки глаз. Сейчас, если долго слушать, можешь быстрее воспринимать, я вообще, в принципе, все книги слушаю на скорости 2. Есть 1,75, 1,5. Зайди на строки ютуба, нажми и слушай, и наслаждаясь. В общем, первая чакра сексуальная, это дрочка. Многие дрочат и просто сливают энергию. Они просто без возможности ее просто, ну, вот как-то дальше проявлять в что-либо. То есть свои творения руками даже. То есть даже материальный мир, вот на первой чакре, то есть первая, это материальность, это мир, это приход сюда, это вот воплощение. Ее нету, нету, потому что излишний секс. Как так вышло искать виноватых, отсутствует нужда, потому что, ну, просто так сложилось. Потому что так сложилось, что женщины стали выпучивать, да, свои там гениталии. И тем самым мужчина, который кол, который стержень, который вот творец, он превратился в тряпочку. И женщины таким образом залазят в матриархат, что ли. Но это путь в никуда, то есть когда женщина, которая по природе, женщина, она у нее природа, понимаешь. У женщины вот есть две энергии, природа и исток. И вот мужчина стоит в истоке, то есть он отвечает на вопрос, что. То есть он знает, куда идти, то есть что делать, что. А женщина знает как. То есть она ширина, она гармония, она природа. И вот когда женщина, знающая как навести уют, говорит, иди, мусор вынеси, бра, пылесоси, шторы повешай. Мужчина, да, любимая, я же тебя люблю. И пошел это делать. То и она без понимания, что ей делать. Она просто садится и губы красит дальше. И он остается без добычи семье, грубо говоря. То есть роль добычи на себя берут уже женщины, потому что мужчины гряпочны. Но еще есть на земле богатыри и русские красавицы. Поэтому без отчаивания просто принимаем все по факту и начинаем с себя. Перестаем смотреть порнуху. Просто перестаем. Для начала так хотя бы реже думать. То есть я участвовал в воздержании на достаточно длительное время. Я заметил, что когда перестаешь хочу-хать, то есть вот хочу воздерживаться, тогда это проще дается. То есть просто принимаешь, что вот так вот оно просто по жизни случается. И перестанься тешить этим, типа, не знаю, там, природному удовольствию. На самом деле, ну ты сливаешь энергии. Следующее это, что материальное тоже, это деньги, это власть. Это уже желтый на самом деле. Оранжевый я что-то пропускаю. Давайте о желтый сразу пока в потоке. А с деньгами у нас дела обстоят, что важно открыть два кранчика. В нашей жизни все гонятся за успешным. Но он успешный, либо же потому, что он сделал этот образ, и дойдя до смерти, он будет в иллюзии, ему будет трудно избавиться от всего того, что он здесь в этом мире насобирался. Это тоже важно понять. Что понимаешь, богачу трудно войти, ну, грубо говоря, в храм Господа. Кстати, о Господе я тоже там видео снимал на канале о том, что он внутри нас. То есть этот храм, там, какое-то божественное царство небесное, это все метафора. Изучи это для этого. Подпишись на канал, нажми колокольчик, все уведомления. Ну, и пиши свои комментарии, будет интересно твое мнение. Вот, и еще денежная эта чакра, что важно ее открывать на отдачу. Богатые люди любят тратить. То есть они понимают, куда тратят, насколько они богаты. То есть, понимаешь, если ты будешь все время гнаться, что мне надо, мне надо, мне надо, я вот хочу, хочу детей, надо в садик и прочее, и прочее, там, работать, кормить, то ты констатируешь тот факт, что это так и происходит. Ты квант. Реальность – это вторая часть кванта. Первая часть кванта – это твой внутренний мир. То есть то, как ты относишься к тому, что уже проявилось. То есть то, что проявляется, вот это все вокруг, физическое, это уже результат. С маленькой-маленькой, без дорисовки. Куда ты и воплощаешься, как творится. То есть ты дорисовываешь, раскрашиваешь. А раскраска – это и есть твоя реакция. Как ты отреагируешь, такой вот фон и будет на следующий раз. Вот как-то так. Следующая чакра после желтой – сердечная. Любовь. Любовь ко всему. Но первостепенная любовь к себе. Полюби себя. Это очень важно. Потому что многие путают любовь с эгоизмом. То есть захапать себе, опять же, тех же больше денег. Выполнить те же условия, которые там говорит какой-то гуру, там, понявший смысл жизни. Безвозможность. Все ключи внутри. И любовь к себе – это забота. Это как забота отца, понимаешь? И отец может дать ремня. Ум. У тебя еще есть ум. И ум, когда сидит в кабине управления тобой, он чудит страшные вещи. Он чудит вот, ну, слабости. То есть это аналитическая ума, которая постоянно сидит в сомнении. То есть мы живем в этом уме. Это реальность, она и создается умом. Но он хороший слуга, но плохой господин. Он находится в любви. Ему здесь дано, вот в этом ограниченном, проявиться насколько возможно. Но чтобы все работало по природным законам Канан, важно, чтобы он знал меру. Эту меру мы сами себе устанавливаем. Мы познаем этот мир этими руками, этими глазами. И это все в пределах ума. Понимаешь, как? Но ум с кабины управления переносим в руки. То есть он становится инструментом. А компасом делаем душ. Душа переносится у нас в центр управления. То есть то, как поступить в какой-либо трудной ситуации, может решать логика, да, это ум. А может решать душа. И если эти кроссовки, например, стоят дороже, да, чем такие же, но или наоборот дешевле, там, то есть, ну, без разницы. То есть как-то, вот логики без поддавания. То вполне вероятно, ум просто без возможности увидеть те мысли формы, те преимущества, ту последовательную цепочку действий, которые они вызовут. А когда мы чувствуем, мы просто берем свое и снимаем, и потом, бах, мы стоим в желтых кроссовках рядом с человеком, который тоже в желтых кроссовках. И, ну, он понимает такое, ага, все, это знак. То есть тот человек понимает и, ну, относится к нам по-новому. Например, вот такая ситуация. То есть просто космические знаки могут быть, понимаешь, и ты можешь их читывать, если будешь доверять своей душе. Это душа. Следующая чакра, головая. А, любовь, любовь, подожди, про любовь. Еще важно, вообще слояне чакры эти потоки энергии представляли с двух сторон, то есть и спереди, и сзади. И вот первое, это полюбить вот, ну, все, что приходит, да, то есть ситуацию вот эту вот, нашу, политическую в том числе, нашу ситуацию вот эту, ну, в которой ты оказался. В которой ты просто глаза открываешь и понимаешь, что, о, а творец все время был со мной, и он просто дает мне право страдать, как я вот себе создаю эти страдания. Так, значит, я могу просто перестать создавать эти страдания. И ты начинаешь любить, любить себя за то, что ты вот такой вот смешной и интересный. И до этого момента чудил. Но теперь ты можешь разворачивать свою машину. И от того, что ты это понял, тебе сразу вот так вот, на, держи, все, все фишки, все бонусы, все, ты наверху, все, все, все тебе прощается, ты разгадал. Нет. Теперь ты всю вот эту вот ситуацию, которая у тебя создалась, теперь ты ее и будешь обыгрывать в самую лучшую, насколько сможешь. В этом-то и вообще уникальность всей фишки. Потому что, представляешь, если бы Бог пришел в тебя и выключил твой ум и начал действовать по-божественному, он бы все сразу сделал правильно. Настолько правильно, чтобы все сразу выровнялось. Вообще моментально. А здесь задача, чтобы именно с твоим умом, который это все создавал, который, наоборот, настроен туда, на экскалатор, вниз, развернуть этот экскалатор вверх. А там есть такие моменты, такие в тебе уголочки, которые далеко копать. А чтобы до них далеко докопать, до этих травм в детстве, где ты обиделся, может, на детей каких-то, в плане своих бывших друзей. И обещал им там отомстить. Или какая-то чепуха случилась. Возможно, зашквары, какие-то стрёмные вещи. И тут важно понять, что ребенок маленький все подряд в рот тянет. То есть он все подряд пробует. Он и описается, и какается. И вот эти анонизмы, и вот эти сексуальные связи. Кстати, по-моему, все болезни от связи с животными. То есть это насколько может быть разбалованное эго. Оно у нас похоже у всех одно. Ну, одно на всех просто маленечко. Выдано частями, и как вот мы его воспитаем, так вот мы ему пользуемся. И суть в том, что важно принять это все и простить. То есть дать миру просто быть таким. Полюбить его, полюбить. Тут отсутствует нужда подбегать к каждому этому радужному шоколадному дырявщику и говорить, как я тебя сам люблю. Отсутствует. Просто полюбить вот мир природы. То есть, ну, устройство человека. И понять, что да, устройство человека может быть таким, как и Чикатило, и Гитлер. Но их создал. Их создала жертва такая же, которая пришла сюда за опытом. Поэтому мы здесь без испытывания отрицательных эмоций. Мы прямо вперед к свету, к своему, к своей любви. То, что нас вызывает любовь. То, что нас вызывает восторг. То, от чего у нас глаза горят. То, ради чего мы готовы просыпаться каждый день. Сейчас, наверняка, твоя жизнь состоит из того, что тебе хочется. Много чего хочется. Но ты вынужден. И много чего вынужден. Вставать с утра, выгуливать собаку. И вести детей в садик. И идти на нелюбимую работу, к которой ты относишься без любви. То есть, ночами грубый. И потом там еще что-то. Там политика. Большие цены. Кварплата. Стремная хата. И вот это, вот это, вот это все. А если ты относишься к этому как с любовью. То ты просыпаешься и говоришь, доброе утро. Ты, о, любимая собака. Ты всю ночь меня ждала. Пойду я на это морозное утро и взбодрюсь это. Любимые детки. И, конечно, хочется с детьми больше времени проводить. Но в твоем случае тебе важно воспитать себя. Поэтому, наверное, детский сад это лучший вариант, который может случиться. Я уж извини. Хотя там тоже важно подать сомнению, какое воспитание получает твой ребенок. Но суть в том, что это тоже выбор той души. То есть здесь тоже что винить. Вот. И дальше под ню ты идешь. Ты идешь на труды. Ты отсутствует отношение у тебя к себе как к рабу. Ты идешь для того, чтобы... Ну, вдруг ты на железобетонном заводе работаешь. Грязная работа. Вот где я работал. Я был там бригадиром передовиком. То есть я там кидал лопатой. Я там кидал лопатой лучше всех. Почему? Потому что когда я кидал, я делал спину прямо, чтобы у меня прокачивалась спина. Когда я нес арматуру с арматурного, я вешал на себя столько этих, что я вот так вот шел, качал трапецию. Мне коэффициент удового участия, это зарплата, да, поставили 0,5. То есть пол зарплаты я получал. Потому что люди считали, что человек на работе должен уставать. Я играл в приключения, у меня отсутствовала работа. Я просто богатырь, я творец в плоти. Я изучаю себя, я опознаю мир, я помогаю себе. Потому что, ну, другим как помогать. Другим только тем, кто пришел с запросом. Другим только тем, кто готов. Кстати, у меня есть консультация. Вот, можно ее получить. В принципе, на любой вопрос, на который я компетентен ответить, видя то, что задающий его компетентен воспринять от меня информацию, тогда может это случиться. Ну, еще при условии того, что я буду свободен. Ну, и ценовой политики. Это будет стоить денег. Вот, естественно. Тот, кто настроен, тот, кто знает, что изменение себя, как личности, понимание, вот это вот позарение, оно может быть на дороже всякой вещи в этом мире стоит. Потому что это путь. Мы живем в одном моменте. И часто вот, вернувшись к денежным, например, этим чакрам, ну, там, наверное, как раз вот эта оранжевая чакра, что когда мы целим, целеустремленность, по-моему, и есть оранжевая, да, когда мы ставим цели вот этим своим «хочу» и идем к ним, то мы вот в этом зажатом состоянии постоянно и находимся. Когда мы до нее доходим, то, видя окружающую реальность, которую мы создали в своем уме, то есть наша реальность, она только у нас такая, то есть только своим умом мы видим, что это так стоит, это так стоит. Другой человек смотрит на этот же стакан, для него он стоит уже, ну, под другим углом. То есть для любого человека, один и тот же человек, то есть, ну, взять яркую личность президента, да, то есть кто-то его уважает, кто-то ему говорит, что никуда идем, все плохо, и это все потому, что он, понимаешь? И суть в чем? В том, что полюбить сам процесс, полюбить само движение к цели. Цель, возможно, просто по физическим параметрам вселенной тебя без возможности достигнуть, но тебе важно ее ставить, чтобы идти к ней. Тебе важно всегда иметь вектор движения, всегда идти. И если ты потом заметишь, что, в принципе, ты всегда и без возможности дойти до цели. Ты до возможности до цели доходишь, если она и действительно твоя, она выбрана твоей душой, твоим сердцем. Если ты простил всех своих обидчиков, если ты без вот этой обиды на них, что я вам, сука, отомщу, тогда ты становишься безупречный, как самурай. И камни выкидываешь из кармана, становишься легче, перепрыгиваешь через обвалы, что ли, так сказать, препятствия. Вот. Ну, дальше голова. Ну, что это? Это, наверное, образная речь. Образная речь – это наша буквица. То есть сейчас то, что мы имеем, это фонетический язык. Это просто болтушки. То есть мы с помощью них понимаем друг друга, с помощью них пишется наша ДНК сейчас. Но та, которая в нас внутри, она еще сохранилась. То есть вот эти вот поколения наших дедов, которые умирали за нашу свободу, за нашу правду, они были без возможности передавать. Ну, точнее, они все сохранили это в летописях, их тоже сжигали, да, там, но она внутри нас. И когда ты увидишь буквицу, ты поймешь, что это именно то, если ты отбросишь, опять же, оценку ума, что именно то, что тебя расширяет. То есть те понятия, которые там зашифрованы, в буквах, то сочетание их в слоге, когда вот, ну, каждая вот сказана, если вот говорится, молоток, оно и пишется, молоток. Нету такого вот обманки, там, молоко, молотки и прочие моменты. И если, например, написать творец, это одно значение, творец это другое. И в этом есть свой смысл, в этом есть рост. Поэтому, но тут однозначно. И чем меньше в языке букв, тем он больше содержит в своем населении вот этих обманов, вот этих вот возможностей, ну, вот, мы это видим по Америке, например. Если взять двоичный код, да, компьютерный, то там уже совсем другая история. А еда еще? Еда. Вторая чакра, по-моему, это еще еда оранжевая как раз. А за еду, это очень важно, это вещества, которыми мы являемся. Это вот является еще и шишковидной железой, потому что такие вещества, как фтор, бром, хром, они блокируют шишку. Они блокируют нашу связь с источником. Именно здесь, в шишковидной железе, находится фрактальное подобие нашего дворца. Дальше оно, возможно, находится в ядре клетки, в ядре семени, даже, наверное, так. Отсутствует в каждой клетке, потому что, наверное, каждая следующая клетка это копия семени, но со своими особенностями. Так же, как мы, наверное, сейчас все здесь. То есть, все тут для своей цели. Это как мозаичное поле. И каждому своему месту нас тянет душа. Если мы смотрим на какого-либо выдающегося деятеля, и такие, я тоже так хочу, все, я буду как он, и начинаем копироваться, то мы уходим от пути души, мы от ума опять пошли, мы опять заблудились, опять будет больно. Чем дальше заберемся, тем будет интереснее падать оттуда. Мы останемся, тут смерть отсутствует. Смерть, на самом деле, другое явление, об этом я тоже говорил на канале, посмотрел отдельный ролик. Вот. Поэтому, что дальше идем, да, это шелковидная железа. Она чистится, она долго чистится, она чистится чистотой помыслов и чистотой питания. То есть, когда каждый момент есть понимание того, что мы все-таки троцы. Давайте откроем последнюю, что это трезвость. Это трезвость, это без, тем более, веществ. То есть, там я говорил про еду, а здесь вообще про абсолют. Потому что, ну, творец это понимает. Творец это понимает, что где-то вначале, пока проснутся, возможно, можно какие-то грибочки использовать. То есть, это мухоморы в том числе опытно с инструктором. Инструктором, кстати, тоже я являюсь, потому что я уже почти три года их изучаю. В данный момент тоже трансформируюсь с их помощью. Вот. И, в общем, живите так, как вам по душе. я вам искренне желаю. Вот. Прямой спины вам до глубокой старости. Быть на Бог. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok